Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Матфея 6 глава 9 стих. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое, толкование блаженного феофилакта. Иной обет и иная молитва. Обет есть данное Богу обещание. Как, например, когда кто обещается воздерживаться от вина или чего-либо иного, или поститься в известное время, или подать что для Бога и прочее, а молитва есть прошение благ. Словом, Отче показывает Тебе, каких Ты удостоился благ, сделавшись Сыном Божиим. Словом же, на небесах указал Тебе на Твое Отечество и на Отечественный дом. Посему, если желаешь иметь Бога Отцом, смотри на небо, а не на землю, как бессловесное. Ты не говоришь «Отче мой», а «Отче наш», потому что должен смотреть на всех, как на братьев, детей одного Отца. «Да светится имя Твое. Садил у нас святыми, дабы прославилось имя Твое. Ибо как моими худыми делами Бог кулится, так моими добрыми делами светится, прославляется, как святой». Толкание закончилось. Вот есть такая книга, как обратилась мусульманка, бывшая жена министра Пакистана, Балкис. Я осмеливаюсь его назвать Отцом. Что мусульманам это не принято. И вдруг она начинает понимать, насколько Бог близок к людям. Вот это назвать Отцом. А мы все время считаем «Отче наш». Помню, в армии было. Вы автомат должны знать так, как Отче наш. А знает ли он Отче наш? Даже некоторые, я говорю, верующий, верующий, а ну-ка скажи, Отче наш. Не может до конца прочитать, или Богородица даже. Вот слово «Отче наш» фигурирует где-то в словах. А на самом деле размышлений какого нет. Вот блаженный Афеофилакт, который мы считаем, архиепископ болгарский, 11 век. Он подробно изъясняет. Ну, берет это самое главное. Более подробно у Иоанна Златоуста это описано все. 12 томов Иоанна Златоуста. Поэтому Отче наш включает уже объединительное, чтобы были мы вместе, как дети одного отца. Хотя дети одного отца тоже немирно живут. Как Авель и Каин. Да такое было. Израиль разделился на Израиль, на Иудею. Мы все дети одного отца по происхождению. Если так, то братья все до одного человека на земле. Хороший он или плохой. По Адаму. А во Христе кто уверовал, кто пустил Христа в свою жизнь, доверился Ему, попросил быть хозяином Его жизни. Тут мы дети одного отца. Нам легко разговаривать. Мы всегда найдем тему разговора и будем знать, что нам дальше делать. И далее. Десятый стих. Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Толкование. Второе пришествие, ибо человек со спокойной совестью смело молится о пришествии воскресения и суда. Как ангелы говорят, исполнять волю Твою, так и нам, дару, исполнять ее. Толкование закончилось. Исполнять волю Божию, ее надо знать. Я все время повторяю вот эти слова. На Русь пришли монахи, с епископом Михаилом, с Грецией. Что они привезли с собой? Это ящики ладана обязательно, всю церковную утварь. Это шли обозы, плыли баркасы. Главное знать волю Божию, жить по воле Божией, быть вадимым Духом Святым. Обратитесь, ничего этого не было. Если бы привезли они сюда хотя бы тысячу Евангелий на всю Россию. Это тысяча, это капля в море. В народ-то ни одного Евангелия нет. Проходит год, два, три, уже начали рыть Антони, Феодосий, основателя русского монашеса Печерский. Пошли копать горы. И вот теперь эти ближние дальние пещеры, труд громадный. А что надо было делать? Что делать? Берез хватало. Драть березу и писать. Писать Евангелие. Не пакости, как Аввакум писал, как осквернить могилу уже умершего царя. На это хватало у них и силы, и мужества. Это Евангелие, чтобы народ познал волю Божию. А воля Божия заключена в Святой Библии. Ну, всю Библию не перепишешь на березу. Ну, Новый Завет. Ну, Новый Завет не перепишешь. Ну, хотя бы Евангелие одно, два. Деяния апостолов, послание хотя бы одно. Да и все можно было переписать. Переписать. У меня брат служил в армии. Он сейчас батюшка, отец Аким. Я ему на открытках, а к открытке приклеивал бумажки такие же. И печатными буквами переписал псалтырь и послал. Когда я сидел в тюрьме, там свет малый, глаза слепнут. Бумаги все-таки я достал. И я крупными буквами, почти печатными, снова переписал псалтырь. Ну, сравни теперь, что значит псалтырь? Переписать. Я когда стал показывать, первый год, когда я обратился, письма писал, так на корабле, в кубрике, там стесненность такая негде. Я переписал, наверное, Новый Завет на несколько раз. Целый чемодан, кто показывает письма, я им все это писал. Не просто знаю характер и выписываю, не по порядку. Здесь как будто бы ничего не знали. А кто я такой? Да никто, сын пастуха. У меня никакого специального духовного образования нет. Семинария ни одного дня не учился. Самостоятельно дому. А у Александра Пивоварова, кандидата богословских наук, мы три брата учили, все, что требуется. Вот я считаю эти слова волю, да будет воля твоя. Разве священники, епископы не знали, что это касается каждого человека. Ну, а как знать волю-то Божию? Какую? А ходите неленностно в храм, как у старобрядцев. Ходите неленностно в храм. И каждому переходи к нам, ты и ретик, вся проповедь закончилась. Ни любви Божией не знают, ни слова Божьей. А это старовера именно. Старобрядцы, это то, что при князе Владимире было. Хотите узнать, какие были тогда? Примерно хотя бы, более-менее. Пойдите к старобрядцам. Вот это неприязнь ко всем. Такая дикая свирепость, снобизм, как Монблан. А ничего не знают. Все годы считали Библию, считать, с ума сойдешь. Я это знаю, потому что это моя родина. Вот. Да будет воля твоя. Священники могли задуматься и эту волю познавать как? Из Слова Божия. Открыть Священное Писание. Его нету. Ни на село, ни на город, ни у кого нету. Непрерывные войны. Легко управлять темной массой. А служба была. И сейчас так же. Сигнал дали, все вышли, пуражки в руке держат. Отстояли, пошли. А кто знает волю Божию? И вот так возникли секты. Нельзя было им не возникнуть. Я начальник детского лагеря православного, трудового. 41 год. Мы были единственные на весь Советский Союз. Я знаю, о чем говорю относительно детей. Какие дети? С каждым годом все хуже. А так как у меня лагерь такой, что приезжают не только православные разные сектанты, то дети сектантов очень сильно отличаются от православных. Наши дети играют, прыгают, хоть целый день будут. А этот смотришь, 12 лет ребенку, он достает Библию, он с Библии приехал. С Библии ни один не приедет православный. Они привезут там игры, играть, что надо. У меня это запрет, так тайно привезут где-то. А он сидит, один сидит и читает. Это значит, он дома всегда видит, какой авторитет имеет Библию. Я вел занятия много лет, только в одном университете 17 лет, технический университет. Сколько только людей не было. Из сектантов сразу видно, какие они задают вопросы. У православных сразу о покойниках, о мощах, об иконах. То, что привезли на Русь. Это волю Божию познали. Ничего этого в Писании-то нигде нету. С мощами замучились. Вся, говорит, мощь в мощах. Но разве Господь не сказал, прах-то и в прах возвратишься. А вот чудеса. Вот чудеса везде от мощей у мусульман. У всех есть. Еще не знают, от кого, от Бога это или от дьявола, чтобы резать мощи, выкапывать. Когда мертвецам оставьте хоронить мертвецов. Воля Божия такая. А здесь раскапать мертвецов, распиливать, расчленять, кажется, фаршировать, куда только не затолкают мощи. Безбожие, просто свирепое безбожие. И в кресты, и в мощевики называют, в иконы. Это-то зачем? Если она икона, ты же веришь, что она освященная. Этого недостаточно. Даже вот богослужение какое, вот все, говорю, начнется только, вечернее богослужение. Непрерывное священие, где якобы опять кружат по храму, опять отгоняют. И все за ним кружатся, руки, да какие-то иконы. Это воля Божия, чтобы мы стояли, крутились. А когда освящает, когда воду освящает, вот вокруг этого хороводят там три-четыре священника, бывают епископы вокруг. Ну, волю Божию познайте, откройте священное писание. И патриарх ее не знает, волю Божию, ни папа римский не знает. Откуда вся эта инквизиция? Рабство. Миллиарды талантов похоронили. Одно слово, одно единственное слово не так на костер, не так пальцы сложил. Руби пальцы. Одно слово какое-то сказал, режь язык ему. Посмотрите, до стола режиссера раскол. Собраться, согласны, что это именно так. Вот это вот нам принесли на Русь. О воле Божией вообще речи нету. Волю Божию познавать надо на молитве. Просить Бога, чтобы он открыл ее. Его воля-то нет того, чтобы хотя бы один погиб. Но чтобы все пришли к покаянию. Воля Божия в том, чтобы люди отверглись левой стороны, перешли на правую. Отверглись дел сатаны. Избрали Бога. Одного Бога и никого, кроме Бога. Волю Божию надо познавать в каждом деле. В каждом деянии. Вот меня спрашивают, вот я решил переезжать. Вот, переезжать. Но волю Божию как я могу узнать? Если не знаешь, я тебе поясняю. Четыре пункта только реши. Первый вопрос. То, что ты делаешь, это для временной жизни или для вечной? Это интересное или духовное? Ну, и на бумаге, на черте, и поставь плюс или минус. Ну, а потом? Ну, ты реши сначала этот вопрос. Что ты в этом заключаешь? Одно дело, когда мать переезжает с детьми в город или куда, где есть верующие, чтобы ребенок не развратился среди неверующих. Вопрос прямо плюс решен. Второе, что об этом говорит Святая Библия? Да никогда православные этого не решат, они ее не знают. Авторитета Библии никакого нет. Вот эта Библия, Евангелие, переведена на русский язык, были-то в 1876 году. Я вот обратился к Богу 27 сентября 62 года в 17.00. И когда стоял наш корабль, я работал на корабле, учился в высшем мореходном училище рижском, и впервые я узнал, что есть толкование Евангелия, там много разных сект. Я искал единственные истины, как? И нашел блаженного папилакта. Я сколько успел, потом я покажу, законспектировал, потом в Новосибирске полностью его нашел, я его полностью весь законспектировал рукой, потом перепечатал, и так преподавал в университетах, в школах, во всех отделах милиции, в воинских частях, где только не было, по блаженному папилакту, а он брал из всех святых отцов. А потом Господь позволил мне самому издать и сделать комментарий на блаженного папилакта, на места, где он говорит о необходимости изучать Слово Божие, благовествовать. И предисловие показало, что если бы не написать блаженного папилакта, то православные, которые читают, они подумали, что это сектант какой-то говорит. Православные, священники, не знают священного писания. Я 51 год уже скоро будет миссионер, проповедник, среди разных сект, и отовсюду люди обращались, делали с православными священниками, все до одного московской патриархии. Люди не знают Бога. И сектанты, которым это дано, тоже не правы, когда они не в церкви, у них нет рукоположного священства. Не то, что я хвалю их веру, я хвалю то, что Господь сказал. Воля Божия должна быть нами познана. И третий вопрос мы должны решить. Что об этом, если я решил пережить, говорит моя совесть? А вот тут исследуйте, исследуйте самих себя, верили вы. Что говорит моя совесть? Обличает она или нет? Не обманывали кого-то в этом? Не выхожу или из той местности, как Израиль из Египта, обобрав всех соседей и не отдав долги? Бегает, скрывается от банков, от кредитов? Ну и четвертый вопрос. Не принесу ли я этим делом, вот допустим с переездом речь идет, соблазна, вреда кому-либо? Если все вопросы положительные у тебя, выполняй, благослови, сходи к священнику. Дальше. Матфея 6, глава 11, стих. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Толкование. Насущным называет хлеб тот, который достаточен, для сохранения нашего сестра в силе. Словом же, на сей день устраняется забота о завтрашнем дне. И тело Христово есть насущный хлеб о неосужденном причащении, которое нам должно молиться. имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. У православных кулинарные книги, рецепты, кулинария на посты. Да посты-то не пить и не есть, в рот не брать. А это меню только меняют. Да, полезно. Мясо не ест человек, выпивки никакой нет у него. Жить, если в городе, тут потруднее. А в деревне-то там разные овощи, там морковь можешь натереть, что угодно. Хлеб наш насущный. Хлеб. Даже если один хлеб, хлеб да вода монашеская еда, Серафим Саровский говорил. А как хлеб? Ну вот мы в Благовестии нынче были, 15 стран проехали, всюду были. Два мешка сухарей. Размочил, ну с тобой можно какие-то сушеные фрукты взять, потому что в России там тут можно спрятаться где-то в лесополосе, сварить. А за рубежом там не остановишься, не съедешь никуда, только на ходу. Водой сырой, разбавил сухари, ну и что у тебя есть там? Инжир, курага, орехи какие-то, то, что не портится дорогой. Хлеб это все относится к хлебу. Хлеб питания. А это всяко обыгрывает сегодня хлеб насущенный. Каких только хлеб насущенный? Мы должны понимать, что это духовный хлеб. Тоже толкование, надо расширять то, что слышишь. Хлеб насущенный, это слово Божие. Этим питаем мы душу. Притом на каждый день. По порядку иные считают Библию, иные, то, что бывает где-то в календарях у православных, у сектантов. Где бы ни был ты. А как считать? Иногда где откроется? Ну, где откроется, если ты не знаешь. Надо просчитать подряд хотя бы несколько раз. Мне вот задают, а сколько раз вы ее просчитали? Я ее начитал дважды только на пленке. Один раз на катушке, пленке, с неканоническими книгами, 77 книг Библии. А потом, когда вернулся и заключение, я завтра насчитал уже на компьютер. Но на компьютер это чисто. И теперь в интернете зарядите Библия Игнатий Лапкин. Вы найдете там многое. Потом в конце я покажу наш сайт. Там на сайте Библия 12 томов Златоуста мной начитаны. 12 книг Димитра Ростовского «Жития», 5 томов «Добротолюбие», Григорий Дещенко, Ефрем Сирин, Иоанн Кронштадтский, Игнатий Брещанинов. 50 книг примерно начитанных на моем сайте. Мною начитанных. Это все освящено страданиями. Я был в пяти тюрьмах, в лагере. За слово Божие. Не за воровство. И далее. Матфея 6, глава 12 стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Толкование. По елюку мы грешим и после крещения, то повелевается молиться, дабы оставил нам грехи наши, оставил так, как и мы оставляем другим. Ибо если мы злопамятствуем, он не оставляет нам. Бог поставляет нас, как бы в пример себе. Так что, как мы поступаем с другими, так и он поступает с нами. Толкование закончилось. Прощенное воскресенье. Это хорошо перед Великим постом. Прости, Христораде. Начинает христорадничать, особенно отопление того старообрядца где-то. Но никого не могут простить. Никон, как Песков Василий Михайлович писал про Лыкова, как будто за стенкой живет. Одно время, когда я думал только издавать первый материал, старообрядцы приходили и говорили, что издать надо, но только чтобы я исключил все, где Ян Кронштадтский поминается, Серафим Сато, то есть все, что после раскола было. Как они простили? Да никого они не простили. Они не могут простить Никону, что была реформа. Да, он не прав. Жестокий был человек, как Иосиф Володский, говорится, Сталин православной церкви. Но время это идет, с немцами воевали, примирились, встречаются, ездят. Здесь никак. Здесь как Шульхан Арух, Старообрядческий. Мимо храма идешь, плюнь, почти к этому уже подошло. Никоньянин. А православные даже не знают, что такое Никоньянин. Они православные не могут сказать. Ну, давайте откроем журнал, православный журнал, а у вас написано Старообрядческий. У вас слово православное отсутствует. Вы одни только обряды знаете. Старообряды. Это нас враги так называли. Враги, но журнал-то изданный в 2013 году. То есть вот эта темень, неправда, дурь каждого видна, как Петр Первый говорил. Ну, можно было бы один раз только остановиться, один раз и сказать, давайте сегодня мы помолимся, конкретная цель наша, прощаем ли мы должникам полностью. И при том интересно, это шестая глава, сейчас проходим Евангелие от Матфея, но есть другой вариант. 11 глава Евангелия от Луки. Почему в церкви нигде не читают и не разрешают читать? Я спросил священника, ты можешь прочитать из Евангелия? Не может. Но это не тупость или разве? Баранья. Что Евангелие от Луки менее святое? А почему два варианта? Да откуда я знаю, может быть, два раза Господь говорил. Есть моменты, считаем, Нагорная проповедь, она в разных. В одном месте говорится Царствие Божие, а в другом Царство Небесное. Это означает одно и то же. Нет, Царство Божие одно, а Царство Божие. Так а Царство Небесное, что, оно не Божье? То есть, ну какой бы вопрос нельзя у нас везде только запинать и падать яма. Я говорю о православных, о сектантах только вскользь. Прости нам долги наши. Ты их припомни, эти долги. Припомни эти десять тысяч талантов непрощенных. Не души ты другого там за какие-то динарии. Вот к этому-то отнеси то, что здесь говорится. Почему так много разводов? Потому что не прощают друг другу. Не прощают. Почему много убийств? Не прощают. Почему в тюрьмах много? Не прощают. Почему войны между государствами? Не прощают. Ну убили герцога там, царь полез в Сербию, Первая мировая война началась. Не прощают друг другу. Почему мне не взять пример с Коста-Рики, армию уничтожить полностью, оставить только внутренние войска, чтобы за порядком смотрели. Да нас сразу захватят. Там не захватывают, пример уже показан. В настоящее время полностью все средства пустили на медицину, на образование. Такой высокий уровень образования, жизни людей. А здесь так, устроили военные гонки-то и лопнул союз этот, натужился. Прости нам долги наши, а долгов-то сколько у православных, кого не гнали, как захватывали чеченцев. но почитай. Но почитай Лермонтова, почитай Льва Толстого, Хаджи Мурат, как только не воевали, не издевались над евреями, считай Тараса Бульбу, Николая Васильевича Гоголя. Да нам с колен вставать не надо, прости нам долги наши, прости Господи, перед всеми виноваты, все захватывали, тайна святых Иванова, как раз это описывает, гордость нечеловеческая была, мы, мы, все, Константинополь, вселенский патриарх наш будет, Никон, это на этом и соблазнил сатана, греческие монахи, прости нам долги наши, так сначала нам нужно прощать, научиться, в обыденном деле, во вселенском масштабе, за тысячелетия, все это признать, прости нам, Господи, какого мы царя лишились, царисту расстреляли, за что, царевин, девушек, не претендентов на престол, какие же мы жестоки, на нас крови, на нас грязи, не отмыться нам никогда, только слезами покаяния, перед всеми просить прощения, простите нас, а мы вас всех прощаем, все долги списываем, как переперестройки, отпускаем Финляндию и Польшу на свободу, это Ленин даже понял, а все хватает и хватает, социалистический лагерь, Варшавский договор, нигде свободы нету, везде рабство, везде голодомор этот, припомнить припомнить это все надо, никому ничего не прощают, так они нас не прощают, до чего ради они нас будут прощать, когда мы не просим прощения, мы на еще шесть исламских республик проехали, и я скажу, что прощать надо, пугали Чечней, Азербайджаном, какие там люди хорошие, какие искренние, я это увидел своими глазами, и так далее, Матфея 6 глава 13 стих, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство сила и слава вовеки, аминь, толкование, мы люди слабые, посему не должны ввергать себя искушением, но если впали в искушение, то должны молиться, чтобы оно не поглотило нас, и чтобы Бог даровал нам помощь и терпение, ибо только тот вовлекается в бездну напасти, кто побежден, но кто впал в искушение, победил его, тот достоин венцев и славы, не сказал от лукавых людей, ибо не они делают нам зло, но лукавый возбуждает их на то, и делать зло и нам и им, посему не людей, а злых духов, нам должно ненавидеть и проклинать, здесь ободряет нас, ибо если отец наш есть царь сильный и славный, то при твердой вере мы без сомнения победим лукавого, и впоследствии прославимся, когда он будет воздавать всем по делам. Толководин Закончик. Сколько здесь сказано, избави нас от лукавого, то есть это не просто зло, эфемерное понятие какое-то, а зло это личность, дьявол и заключенный, дьявол, избави нас от лукавого, дьявол, Господь, когда был искушаем, разговаривает, у него прямая речь, и приступил к нему искусить, или сказал, двоеточие, это личность. Есть такое выражение, когда дьявол, святой разговаривает с ним, а какая, столько ты побед одержал, погубил, столько, а какая самая большая победа, та, что я сумел убедить, что меня нету, а вот в течении обстоятельств, сцепление какое-то, начинает исследовать дьявол, дьявол на соблазн ведет, дьявол порождает щекотилы, Гитлера, Сталина, Ленина, это слуги дьявола, человек это не дьявол, но к нему, когда он дела делает, прямо Господь говорит, отойди от меня, сатана, это говорит не кому-то, а так называемому первоверховному апостолу, Петру, избавит от лукавого, вот сегодня много везде рассуждает о Игоре Дятлове, о его группе, которая погибла с 1 на 2 февраля 1959 году, я как раз техникум заканчивал барнаульский строительный в этот год, это мои почти, они ровесники, 9 человек погибли на этом перевале от Артон, где переводится не ходи туда, и вот разное-разное мнение, 64 версии, почему же 64, да потому что главные отвергают, лукавого-то отвергают, а потом, вот летали огненные шары, какие огненные-то, ну почему, вы сразу, а Артон, что она называется, гора-то, отсюда надо, от названия местности, не ходи туда, да вот не так оно переводится, не ходи туда, афиши висят, манси, манси, это люди, язычники, которые приносят жертвы идолам, апостол Павел говорит, бесам, бесам, лукавым, сатане, и поэтому дьявол их не трогает, они его чтут как Бога, а эти это про это знали, пошли для того, чтобы разрушить, это прямо говорят, я вчера еще раз начал прослушивать, смотреть там, как фильм поставили, и прочее, и вот что они там начали-то, какие у них там причины были, а насмеяться над верованием, разрушить предрассудки, это предрассудки, молодые комсомольцы, красивые, сильные, опытные, а мы разрушим, и понятно, что когда они поднимались на оговор, теперь не там, поставил палатку, да он опытный был очень, Игорь Тодятлов, поставил где надо, чтобы не возвращаться назад, где лабос, теперь все вопросы решают, теперь что там было, никакой лавины конечно не было, палки лыжные стоят, под лавиной какие палки останутся, все вещи в палатке, это снегом придавило, снег прошел, нашли-то уже где там 25 февраля, а погибли 2-го, да, сколько же там снега-то наболело-то, главный вопрос, что их так перепугало, что они даже через вход не пошли, а разрезали палатку, и выскакивали босиком почти в одних носках, не одетые, и все погибли, языки вырванные, нету языка, но переломанные, переломы такие, что они как будто изнутри кто-то разрывал, сверху-то даже гематомы ни одной нету, лопнутые черепа 17 сантиметров, это понятно, какие удары были, что это было, и вот крутят-вертят, что это были испытания, техногены, да это еще до спутника, их что-то там было, а может они сами что-то взяли с собой, испытывали, сами взяли, испытывали, зимой, когда они так трудно пробивали тропу, да вообще, это царство несвободы, 59-й год, да кто бы что делал, да еще какой-то ядерный, вроде с собой ядерный реактор туда принесли, спрашивают Агафе Лыкову, она говорит, гора такая, зачем пошли, говорит прямо о демонах, которые пришли туда, говорят, ведьму спрашивают, и она говорит, она говорит, а чего погибли, а вам, говорит, не надо знать, не надо знать, и все это засекретило власть, а почему засекретило-то, потому что, вот я в Барнауле живу, Клавдия Устюжанина воскресла, почему все силы бросили, чтобы кто говорит об этом, там Александра Пивоварова убрали сразу, это первый священник, который озвучил, потому что речь идет о признании Бога, это атеистическое государство, а Бога ты признаешь, признаешь и дьявола, потому что все надвое, нет дьявола, и поэтому там, в верхах, уже знали, что это явное проявление сатаны, засекретить не давать нигде, а чудеса-то и тогда были, чудеса были через Кукшу, Яна Кронштадтского чудотворца, ненавидели люто, ненавидели, и вот здесь объяснение только такое, они не ограждены были крестным знамением, комсомольцы, они не молились, они не признавали Лукаву, они не молились, избави нас от Лукаву, они не молились, у них никакого ограждения не было, с ними девчата, о чем они разговаривали, анекдоты травили, не молились уже не разбирали-то, это мое время, мои сверстники, если это ребята, где все разговоры сводятся только к блуду, блуд, больше ничего нету, ни о богатстве, какое тогда было богатство-то, за всем этим смотрели, тем более, такие девчата, двое пошли, их было девятеро, десятый, там Юрий, этот остался, Юдин один только, он хотел узнавать, ему сказали власти, хотите быть десятым, будете, и он до смерти молчал, родственникам не давали даже похоронить, такой ужас застыл на лицах у них, я представляю картину так, когда они сидели, как называют, травили, ну вот мы сейчас зайдем, выйдем, теперь опубликовано, вот эти манси, темный народ, поклоняются каким-то идолам, не идолам они поклоняются, а бесам, и в это время видят огненные шары, и теперь когда были, они были, это демоны прилетели, демоны себя так проявили, демоны, как Лев Толстой говорит, черти рогатые, я представляю, какие это страшилища, при мудрости Соломона, в Библии написано, в ужас приводило все, камень упадет, им кажется, гора рушится, ветер свисит, кажется, с бея семи главы, и вот представьте, даже вообразить нельзя, какие они страшные, Матавилов сказал Серафиму Саровскому, хотел бы я побороться с дьяволом, он говорит, ваше боголюбие, о чем ты говоришь, он один когтем может земной шар перевернуть, о ком ты говоришь, и он когда было, что он вошел в него, и он стал бестоваться вовнутрь, когда в виде облака вошел, в Матавилово, в следующем, с дьяволом не шутят, с ним борются и побеждают крестным знамением, с силою крови Христовой, я искупленная чада, вот сбежавший из ада, там этот стоит, ну, неудачно выбранный образ, их пресвитера сектантского, какой-то негр стоит, я искупленный кровью Христовой, кровь Христа побеждает тебя, сатана, и тень поползла, свет остался, и вот он в дверях, в дверях, при входе в палатку, встал не один, а может быть, сколько страшилищ, увидеть их страшно, а явит их отврать, когда их рисуют с перепончатыми крыльями, какие рожи, баофеты все эти, и они потеряли рассудок, разум лопнул, они не знали, но знали, надо выскочить, и они резали палатку, лишь бы только выскочить, что они увидели, это смерть сейчас, мгновенно, и может быть ад, может быть огонь, что они там увидели, они увидели демонов, и проявление бесовской силы, и поэтому они ринулись дальше, бесы вошли в них, и они изнутри ломали ребра им, и оттуда ужасно в глазах у них, застывшие рты раскрытые, показывают их трупы, власть это поняла, и все засекретила, никакой тайны в этом нету, у них была цель, разрушить верование, предрассудки народа манси, вот откуда надо рассуждать, они о том, есть, нет, радиация, да они были в университете, тогда этим занимались, одежда, делали испытания, на одежде везде все это было, ни у кого же больше не исследовали, а их исследовали, и оно показало, никакого это отношения не имеет, к каким-то испытаниям, это дьявол, избави нас от лукавого, вот люди говорят, сегодня так облучают людей, какие-то в комнату существа приходят, генератор работает, высокочастотная, пусть это есть, не опровергаем, но утром встав, подойди к двери на улице, и скажи, сотвори крестное знамение, отрицаю сатаны, и всех дел его, всей гордынию, всех ангелов его, благословен Господь Бог, все, выходи, тебя никто не тронет, я это говорю своим опытом, я работал среди преступников, 17 лет только в тюрьме, только в тюрьме, не считая в лагере, в пяти тюрьмах пришлось пробыть, с кем только не прибыть, на занятия приходили ко мне, две женщины, и подошли и сказали, мы пришли специально, чтобы разрушить ваши занятия, мы занимаемся экстрасенсорикой, две ведьмы, мы говорим, это дочь моя, ну, когда я вышел за кафедру, я первым делом сказал, к народу обратился, кто верующий во Христа здесь, будем молиться сейчас, к нам пришли люди, желающие проявить бесовскую силу, вы посмотрели, что с ними было, а их как ветром выдуло, и больше они никогда не пришли, я был в Пензе, много цыган, она говорит, я тебе скажу, что ждет тебя, я говорю, давай я тебе сначала расскажу, тебя мука вечная ждет и ад, разговаривает, с Мессингом, с Вольфом, задают вопросы, а он до конца не знал, от кого это, от Бога это, благословение для дьявола, проклятие, а дьявол жил в блуде, пил, курил, это нечистый сосуд был, из рейской семьи, он не верующий во Христа был, совершенно, это человек, в которого с детства, как в антихрист, вошел сатана, и он ему открывал, что убийство, когда война будет, то победит, Сталинградская битва, карточная, Игорь, ну что сатана их не видит, он ему в мозге это все вкладывает, ну, вопросы-то все, у нас, один тут верующий был, правда из баптистов, он ехал дорогой, как я слышал, Юра Михальков, инженер-конструктор аппаратурного завода, и такая нашлась, которая всем отгадывает, вопросы задает, три вопроса, ну, а что у меня в левом кармане, ну, она перечисляет до копейки, паспорт, человек достанет, правда, как она знает, ну, и до него, когда очередь дошла, или как там, он задал ей три вопроса, она руку брала, подал руку, она смотрит, линии как сходятся, три вопроса, и вдруг она резко отбросила его руку, из чего захотел, и сразу вышла, и в другом купе, его стали спрашивать, к ней подходит, она никому больше не говорила, она уткнулась, забилась в угол, и дрожит, говорит, сидит, спрашивает, а что ты задал ей, пусть она скажет, она так и не сказала, и он говорит, я первый вопрос задал, какой силой ты это делаешь, кто дал тебе эту власть, узнавать мысли человеческие, человек, смотрящий сквозь время, как о Мессинге говорили, она не ответит, почему, потому что это дьявол, а она сосуд дьявола, кто тебе дал эту власть, избави нас от лукава, далее ей задает, а что тебе за это будет, какую ты награду получишь, что служишь ему, она не говорит, но вы-то скажете, я-то знаю, Священное Писание говорит, никто из волшебников не спасется, они погибнут, в какое время получила, и что, он говорит, я скажу, когда, обычно во время блуда, блудил, и во время блуда, он в нее вошел, я с таким разговаривал, он стоит, дергается в церкви, я пригласил домой, и он говорит, я изменял жене, и когда с чужой женщиной был, то есть, не с чужой, она с чужой, и в это время я почувствовал, как тело мое вздрогнуло, и я уже сам не свой стал, вот как, у одних я печку делал, я печник, и я говорю, квартира-то как вам досталась, да, тетка жила здесь, долго не было, пришли к ней, а ее нету, а она в подполе сидит, а она волшебством занималась, залезла туда, и веник потеряла, веник, и не могла выйти, другая учительница, любила наряды разные менять, но залезла в шкаф, и пока наряды перебирала, в это время сатана вошел, она стоит в церкви и орет, когда херувимское поют, посмотрите, как они беснуются, я очень много видел этих людей, беседовал, интервью у них записывал, избави нас от лукавого, дятловская группа погибла от сатаны, и поэтому власти так засекретили, все вопросы отвечаются здесь, огненные шары никто не объясняет, как они летели, из одного другой исчезает, почему самолеты там, вертолеты погибали, люди бесследно исчезали, сатана, бермудский треугольник, сатана, избави от лукавого, если ты совершил крестное знамение с верою, отрекся сатаны, а мы эти слова считаем при крещении, ни один бес к тебе не подойдет, они попаляемы будут, спиридон Тремяфунский, разговаривает с бесноватой, дьявол трепещет, и говорит, а куда я пойду, ну мы считаем где, в пустыне у Тавита написано, в пустынные места, Господь и знал, свиней, а он стоит ему, дьявол урод раскрыл бесом, и говорит, лезь в меня, он как завопил, заорал, но я не знаю, что там было, но представляю, что пламень огня, Духа Святого попалял его, привезли девушку, бесноватую, привезли ее к Антонию Великому, из нее надо изгнать беса, это не психическое какое-то только повреждение, это одержимость, а он Павлу припростому посылает, и говорит, пусть он, а тут вообще ничего не знает, подошли, сказали, вот он сказал так, я изгонять беса, ну раз повелел учитель, бес, выйди из нее, бес только захохотал, ну Антония, я бы послушал-то, а тебя кто ты такой, я сказал, выйди, мой наставник сказал выйди, учитель сказал ты выйди, он никак, а там же пустыня, там 50 градусов больше, там камни раскаляются, он на камне заскочил, ногами встал, не сойду, ноги уж дымятся, пока не выйдешь, и видимо Бог сделал, так что, огонь этот повернулся, на сатане, он завопил, и вылетел из нее, и она освободилась, Иоанн Кронштадтский знал, как исцелять, златоуз знал, вот, сегодня бывает очитка такая, ну, экзостерцизм там называют, все это не то, главное это жить свято, но бывает так, чтобы неповинный человек и одержим был, и ему нельзя было освободить лукаво, был такой, стагирий монах, близкий друг Яна Златоуста, из княжеской семьи, вся жизнь перед ним, как скатерть самобранка, а стал верующим, и в него вошел сатан, он говорит, как он вошел, когда я спал, рот раскрытый был, и черная свинья вошла в меня, он говорит, Златоуст пишет молитвы на изгнание бесов, прикрещение читается, это на него не действует, ведут на вершины гор, живущий монахом, не действует, и тогда Златоуст пишет такие слова в помощь ему, что ты душой неповрежденный получишь великую награду, это необъяснимое попущение Божие, чтобы человек прославил Бога, как плохо без Бога, вот что в этом заключается, избави нас от лукавого, притом молитву, отчие нас считают неправильно в церкви, или вот если верующие считают, все, а тут написано, еще прочитай, ибо твое есть царство и сила и слава, все, а священники, ибо твое есть царство отца и сына святого духа, откуда это оставить сына святого духа, нету, не прибавляй к словам его, но притча 30 глава 5-6 стих, чтобы он не обличил тебя, через кого обличил-то, ну вот через меня Бог обличает вас, всех попов до одного, откуда отца и сына святого духа, я говорю, это молитва вы сами составили, тогда пожалуйста, но если это слово Божие, какое ты имеешь право отца и сына святого духа туда, это ария перепугались, не знали куда носовать теперь в учении о троице, она троица и троица, зачем туда толкать, как везде, Богородицу и помилуй нас, Богородицу и помилуй нас, совершенно, ни к силу, ни к городу, слова эти подталкивают в утренних молитвах, мы православные, нам нужна ревизия в мозгах, не в книгах только, избави нас от лукава, ибо твое царство сила и слава вовеки, аминь, не вовеки веков, а вовеки и точка, не добавь ни одной строчки, не прибавляй, об этом в Тарзаконе 2 глава говорит 4 стих, об этом говорится в 22 главе откровения Иоанна Богослова, не прибавляй, избави нас от лукава, это лукавый все делает, чтобы прогневить Бога, добавил 5 слов лишних Моисей, и Господь говорит, и ты не войдешь в обетованную землю, Богу не надо лучше, Богу нужно послушание, а какая, какой вред это, тебе не надо рассуждать, ты уже добавил, уже добавил, очень наш в церкви, главная молитва считается, вот сколько раз считается, столько раз нарушение, когда священника нет, у старобрядцев там Иисусова молитву просчитает, добавка, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, но она как будто и не относится к этому, а просто, но когда считает, ибо твое, есть царство, сила и слава, даже слова-то все перемешаны, Отца и Сына Святого Духа, вот на сегодня, все пока, сегодня 10 октября, 13 года, четверг, я тут маленько покажу, что у нас есть, вот, говорят, говорят, надо ли, не надо интернет, а я говорю, а ты знаешь его, а кто изобрел интернет-то, Тим Бернерс Ли, Тимофей, вы за него молитесь, мы молимся, мобильный телефон, Мартин Купер изобрел, взрослые не знают, 700 офицеров передо мной сидят, я выступаю в зале, задаю вопрос, никто не может ответить, не могут ответить, что означает российский флаг, триколор, и вот посмотрим, что у нас есть, у нас есть, сайт, сайт называется, во свете Библии, православный библейский сайт, а как его найти, ну очень просто, зарядите, Игнатий Лапкин, сайт, www.kisten1.narod.ru Вот он здесь есть, нашему сайту равных нет, это мои книги, вот здесь вот все, 38 книг, которые я издал, вот это новый завет с толкованием, трехтомник, вот он трехтомник, который Господь позволил мне издать, трехтомник, вот они закладочки какие, как здесь у меня, первый, второй, третий, белый, так как синяя, зеленая, красная, белая, это красная, означает земля, залитая кровью, синяя, чтобы мы искали Бога, синее небо меня так манит, и белый, белый престол, 22 глава, 11 стих, откровение, видел великий белый престол, вот, и кроме того, мы Густаво Даре раскрасили, все 230 иллюстраций, и плюс еще 10 иллюстраций, сейчас покажу, 10 из классики, вот оно как выглядит, это на мелованной бумаге, каждый том 752 страницы, впервые за 2000 лет, вот такое издание вышло, полностью с откровением, откровение собрал из всех святых отцов, отец Геннадий Фаст, магистр богословия, бывший благочинный Несейского округа, вот теперь он в Абакане, там служит, Хакасия, отец Геннадий Фаст, и всех святых отцов, это все здесь есть, вот это вот новый завет, с толкованием, три тома, вот, цена, издание, все, 75 евро, 75 евро, мы подарили, его, вот нынче мы ездили, 444 города, пройдено, районных центров и везде, мы подарили даром, вот эти книги, три тома, видели в библиотеке, у Путина Владимира Владимировича, у Медведева Дмитрия Анатольевича, патриарху Кириллу, священникам, епископам подарены, видите, как они изданы, подарочные, и священникам, это я все дарил, во свете Библии, а вот вверху написано, вот здесь внизу, православный форум Игнатия Лапкина, его только один раз щелкнуть, и сразу перешел, ну вот, форум, вот он, форум, православный форум Игнатия Лапкина, на форуме, 1442 темы, тысячи роликов, более тысячи, тысячи роликов, тысячи фотографий, громадные темы, просто громадные, в книгах у меня, 18 том, это полностью разбирается Коран, в суры и аяты все, в сравнении с Библией, такого материала просто нигде нету, нету, вот я разбираю Талмуд, это 23, 24, 25 томы, это 30 томов открытым оком, каждый том 752 страницы, открытым оком, 18 том, это мусульманство, а 23, 24, 25, это к евреям, что такое Талмуд, что об евреях было сказано, за 3600 лет, а в мусульманах за 1300 лет, вот он форум, и можешь быть участником, вот здесь вот общий поиск, графа, вот он я, ну, этот книг, ты уже на первой странице, можно участвовать, вот, ну, в Mail.ru, Игнатий Лапкин, вот, видите, как здесь видно, в Mail.ru, у меня здесь стоит, более тысячи наших роликов, наших, наши занятия, о поездке миссионерской, около 4000 фотографий, конкретно, у нас не чужое, вот отдельно, это, есть живой журнал, жизнь православного общества, живой журнал, Игнатий Лапкин, вот она где есть, дальше, у нас есть православный видеоканал, открытый моком, во свете Библии, вот он, я стою с этими книгами, вот, с трехтомником, вот так вот его держу, и показываю, вот она, видите, похоже, только фуражка, православный видеоканал, открытый моком, вот здесь уже, сгруппированы, по папкам, папкам, вот, когда открываем, во свете Библии, вот это, меня замучила реклама, я не могу ее убрать, вверху, вон, в левом верху убрать можно, вот где, вот здесь вот, да, вот я отключил, она ее сразу выбрасывает, опять она здесь, если я отключаю, она закрывает ее, я не могу еще сделать, вот оно где, и здесь вот, вот, во свете Библии, и тут, видите, изображение Иисуса Христа, и написано, вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю, Псалом 118, 113, и справа, слово твое, светильник на гемае, и свет стезе моей, Псалом 118, 105, крест восьмиконечный, все книги, Новый Завет, для Слова Божия нет уз, это раскрывается книга, это моя биография, и все об этом, вот я только открыл, вот для Слова Божия нет уз, она ее открывает, вот оно, все здесь есть, какой бы ты пункт, ни открыл что-то, вот характеристики даю, покаяние, допрос, показания, вот я открыл, свидетели, заявления, вот, преемники, дальше, идет Богоносец Священный Игнатий, победитель получает все, это мой материал, страница 240, вот я на него только нажал, вот она, статья, все, но неинтересно разве, победитель получает все, я попутно просчитаю здесь, меня это сильно мешает, видимо, ничего тут не сделать, не убрать, я не могу с ней расправиться, в начале марта, в краевом суде первой инстанции, должен начаться беспримерный, по сумме, низко процесс, 11 миллиардов рублей, в случае удачи, получит администрация, железнодорожного района, Барнаула Игнатия Лапкин, проповедник, известный на Алтае своей непримиримой жизненной позицией и неукротимой религиозно-просветительской деятельностью, миллиарды, та сумма, в которую нынче оценивается изъятая у Лапкина при аресте 9 января 1986 года, фонотека, пленки были насчитаны на пленке Библии, 12 томов жития святых, 12 томов и творения Анна Затауста, антология стихов за 300 лет всех поэтов. Для оформления подобрана музыка, в записи участвовали артисты, объем труда 2000 часов. К антисоветской агитации богословские труды пришить было нелегко, но подобрали 157 статью в административном кодексе. Я не могу нигде ее убрать, вот эту, сделали как, ну, хоть как-то, можно или нет, еще раз вернусь сейчас к этому, это невозможно, ну, видишь, это рекламу сразу кидают, вот. То готов был я отказаться, если взамен коммунисты выдадут ему бумагу с печатями, с текстом, мы признаем, что КПСС, человеконенавистническая партия, обманом пришедшая к власти, уничтожавшая свой народ, ну, я на память говорю, коммунисты почему-то отказались. В 94-м году, когда сумма ИСКа составляла немногим более миллиарда, Железнодорожная администрация предложила 32 миллиона и расходимся полюбовно. Но Лапкин любит Джека Лондона, у которого герой одного из рассказов говорит, победитель получает все. То, что Лапкин победитель, признали уже даже и власти, возместившие ущерб по уголовным статьям. Теперь, если выиграет процесс, получит все 7,5 миллиардов. Куда же потратит? Куда направить деньги? Лапкин знает. На возрождение родного села Потеряевка, что недалеко от Ребрихи. На стройматериалы, комбайны, трактора. Соботный курс номер 9, 27 февраля 1997 года. Вот это беда просто. Видишь, как делают? Это не реклама, а заплатите нам деньги, и мы тогда уберем эту рекламу. Вот это вот безумие здесь везде. Вот. Я возвращаюсь к этому и говорю, что вот... Где-то куда она у меня делась-то? Я еще ткнул и потерял. Вот. Ага. Это мне надо вернуться назад. Сейчас, минуточку, я покажу. Вот так. Вот. Это православный сайт Игнатия Лапкина. Сейчас она его немножко уменьшит, чтобы мне показать. Вот справа здесь я отвечаю на 4124 вопроса. Вот они где. Ответы по темам. И 55 папок. Вот любой... Ну что тут тебя интересует? Допустим, Крещение. Вот я в него ткнул 21 пункт. Крещение. Вот оно. Только стоит один раз щелкнуть, и вот открылось. И теперь все эти вопросы идут. Вот. Вопрос 624. Второй том. Это открытым оком. Может ли при жизни человек, не удостоившийся встречи с Господом, а уверовавший? Так. И дальше. Ну, а где ответ? Ну, теперь я на него вопрос-то ткнул. Сразу же, вот он и ответ. Ну, вот это беда, что они не дают ни убрать, ничего нет. Безумие. Залезли на мой сайт и сунули, и власти ничего не делают с этим. Кто этим заведует-то? Это деньги выманывают. И что здесь? Ничего здесь нет. Вот. Это значит, на наш сайт, на форум я показал, вот, на канал, на православный канал. Тут тоже разбито по темам. Какая тема интересует? Крещение. Значит, как у нас крещение, полное погружение, миссионерская работа, как мы едем, идем по домам, собираем людей на стадион, или с разрешения администрации, дом культуры. и как с ними работают. То есть, все это на видео снято, на аудио. Мы это оповещаем, говорим, чтобы люди, ну, зная это, приходили, просвещались. Вот так. Слава Господу. Не убирается там она, а? набирается там. Она напомнил, а там, ну, флак, Продолжение следует...